Управленческие практики и инструменты, тайм-менеджмент, взаимодействие в команде. Для сотрудников налоговой службы стартовал образовательный проект «Мастер государственного администрирования». Участие в нем принимают 100 специалистов налоговой службы со всех регионов России, от Калининграда до Владивостока, в том числе и руководители ведомств. Поступление в МГА для меня это была следующая ступень своего развития. Перед нами очень стоит много многозадачных задач, которые надо решать не только в налоговложении, но и с кадрами, и у нас и социальные программы очень много. Все, что связано с родственным мониторингом, с органом внутренних дел, а также валютного контроля, все этим мы занимаемся. Данный проект поможет как раз-таки настраивать все больше и больше взаимодействия со всем и применять это в нашей работе. Чтобы стать участником проекта, необходимо было пройти три этапа отбора, из которых самым ответственным является тестирование. Все самые такие новшества, которые есть в управлении, в менеджменте, здесь как раз будут изучаться. И, конечно, это повысит эффективность, эффективность управленческую, эффективность начальников, соответственно, снизит затраты. Ну а раз затраты снизит, снизит затраты и для налогоплательщиков, тем самым повысит доверие к Федеральной налоговой службе со стороны населения. Проект профессионального развития ФНС России, мастер государственного администрирования, лидер цифровой трансформации на госслужбе. Он стартовал в 2021 году с целью сформировать новое поколение руководителей в налоговой службе через непрерывное обучение и обмен эффективными практиками между российскими регионами. В НГА попадают только самые активные, самые способные люди. Это те люди, которые являются действительно активной фазой, активной силой нашей службы, с которой мы становимся все лучше и лучше. На протяжении пяти дней очной сессии сотрудников налоговой службы ждет насыщенная программа с различными мастер-классами и тренингами. Августина Охременко, Константин Головин, События.